... действительно экологических проектов на Байкале. Почему вы вступили в это движение старым учреждением проекта организации фонда? Смотрите, действительно, сегодня госкорпорация Росатом является одним из самых активных участников у нас проекта «Экология». И одна из важнейших задач, которую мы решаем, это рефередакция уже накопленного экологического вреда. И особое место здесь занимают проекты в Иркутской области, это и приведение в безопасное состояние территории бывшего химпрома в городе Уссуле-Сибирске. И, конечно же, на озере Байкал сегодня стоит отдельная задача по приведению в безопасное состояние рекультивации промышленной территории бывшего целевозно-бумажного комбината в городе Байкальске. Сегодня мы, безусловно, поддерживаем создание экологического фонда «Сохраним озеро Байкал». И сегодня много говорили о том, что невозможно в дальнейшем, в будущем уходить от появления таких объектов накопленного экологического вреда без экологического просвечения, экологического образования и повышения экологического сознания. Поэтому, когда мы вместе с Иркутским отделением Всероссийского общества охраны природы обсуждали, какой может быть достойный вклад в работу этого фонда, мы как раз говорили об образовательных экологических сессиях, которые мы назвали «Экопоколение». Сюда подключается как Всероссийское общество охраны природы, так же и тот Всероссийский образовательный консорциум передовой экотехнологии, который был создан в прошлом году. И мы считаем, что это даст такой синергетический эффект, как и для школьников и студентов, которые в Иркутской области сегодня будут включаться в эти программы, так и для ребят, которые будут приезжать из других регионов и обмениваться опытом. В свою очередь, те, кто из других регионов, смогут ближе познакомиться с жемчужиной Иркутской области, всего мира, озером Байкал. Но также они смогут обменяться опытом и повысить свои экологические знания. Спасибо. Есть вопросы? Спасибо. Спасибо.